Соревнования по настольному теннису прошли в спортивном зале Далматовского комплексного центра социального обслуживания населения. Легкоатлетический кросс, прошел футбол. Третий вид спорта настольный теннис. По заявочкам я могу сказать, что участников представлены все, за исключением только по родкуля по основным школам. Это 5 основных школ заявилось и по средним школам 11 команд. Игры проводились одновременно на четырех столах. Юноши и девушки азартно боролись за победу в каждой партии. Сегодня мы приехали со своими ребятами, со своими одноклассниками на спартакиаду учащихся по настольному теннису. И я уже сыграла одну партию с Олесей из санаторной школы. Она тоже ученица 9 класса. Но, к сожалению, я ей проиграла со счетом 1-2. Но ничего, впереди еще много игр. И поэтому я думаю, что я займу призовое место. Очень уверенно начали спартакиаду учащиеся Далматовской санаторной школы-интерната. Привез ребят на теннис я. Подготовились мы. Уже больше 20 лет мы занимаем первые места. Не считая теннис, так и по другим видам спорта. В этом году уже в учебном было два вида. Это у нас футбол был и кросс, где мы успешно выступили, заняли первые места тоже. И надеемся, что в теннисе тоже у нас не будет соперников. Мы выиграем. По итогам этого турнира будет сформирована команда теннисистов для участия в областных соревнованиях. Выявляются сильнейшие для участия от района на спортивных соревнованиях в город Курган. В Кургане проводятся соревнования 23 октября. Победителями в группе средних школ стали спортсмены Кривской школы. Среди основных, как и предполагалась, команда санаторной школы города Долматова.